Я живу в своем теле здесь и сейчас. При перерождении в другое тело стирается память. Зачем тогда сейчас заботиться о своей карме, искупать и накапливать грехи, если я все равно не буду знать, кем я буду в будущей жизни и как буду жить. А еще лучше вообще, как буду пить всю жизнь и не родишься тогда точно в животном теле. Ты вообще ничего знать не будешь. Я изучал эту тему, где говорится, что когда человек пьет, он готовит свое тело к животному существованию. Я взял на собаке глаза и я могу человека в состоянии глубокого объединения сфотографировать и посмотреть. Видите один и тот же взгляд. Когда человек певает, он деформирует свое тонкое тело на животном жизни. То есть не хочет напрягаться человеком. Без напряжения можно прожить в этом мире. Не напрягаясь, балдеть, только можно так прожить. Все виды жизни существуют в этом мире. Веды объясняют, что самое большое счастье в жизни испытывают не люди. Причем самое большое счастье в жизни, оно всегда имеет свою специфику. Каждое самое большое счастье очень специфичное. Например, если человек хочет плавать, ему не нравится плавать, пожалуйста, тело рыбы. В теле рыбы плаваешь супер вообще. Ну плаваешь, плаваешь там. Не высыпаешься, тело медведя по полгода в году без проблем. Попробуй человеческом теле полгода послать, с ума сойдет. А медведи, тело медведя спишь. А есть даже два в одном. В Америке все два в одном. Там есть такой мишка коала. И он на дереве так нестит, он спит в основном. Спит такой. А когда просыпается, самая вкуснейшая в мире пища – это листочки этого дерева. Вот так поем. Вот так вот наслаждается жизнью. Опять спать. И так спит и ест, спит и ест уже. Супер просто. Никто не мешает. Живет спокойно, спит и ест. Если хочешь, початкай, как бы, вдоволь. Самое лучшее – это тело свиньи. Свинья испытывает в десятки раз больше счастья, питания, чем человек. Сфотографируйте лицо эмоций свиньи, утренней, и человеческие. Увидите, что глаза свиньи в десятки раз больше счастья, питает, истыкнув, чем человек. Если сексом хотите наслаждаться, тело обезьяны, пожалуйста. Обезьяна наслаждается тем сексом пять раз в день по часу физиологически возможно. У человека нет. Хотите побегать – тело антилопа гнул. Набегаетесь вообще без проблем за всю жизнь. Князь, я говорю, если хотите летать – тело орла. Понимаете, человеческое тело не предназначено для наслаждения. Оно предназначено для работы над собой. Если хотите домики строить – тело барсука. Будет строить домики всю жизнь. И никто не будет мешать. Рецензию не надо покупать. Вы думаете, я шучу сейчас? Я вам говорю истинную правду. Тело животных в тысячу раз больше счастья дает, чем тело человека. Если хотите расслабленной жизни – тело кошки, пожалуйста. Ногу поднял, висит. У меня все тело расслаблено природно. Обалдеть постоянно. Если как бы вы хотите доказать свое – тело собаки. Будете доказывать свое постоянно. Если хотите кого-то порвать – тело тигра, значит. Будете рвать всю жизнь. Понимаете, о чем я говорю или нет? Что само косвью человеческое тело не предназначено для наслаждения. Но если отвечать на вопрос вообще из этой записки, то я вам хочу сказать следующее. Что человеческая форма жизни не является самой развитой. И поэтому люди не помнят свои прошлые жизни и не чувствуют, что будет с ними в будущем. Почему? Потому что они недостойны этого. Но это еще не значит, что значит можно жить как хочешь. Если будешь жить как хочешь, будет еще хуже. Человеческая форма жизни очень редка. Посмотрите, сколько дней кузнечиков прыгает, деревьев растет, животных. Они все имеют душу. Потому что есть признаки жизни, они описаны в бедах. Если что-то растет, размножается, защищается и стремится к счастью, значит там есть душа. 100%. Все души одинаковые. У каждого человека, что душа в человеческом теле, что душа в теле медведя или кузнечика, одинаковая душа, просто разные желания. Психика по-другому еще называет телом желания человека. Тело желания означает, что чего хочешь в жизни, то и получишь следующую жизнь. Вот точно в чего хочешь, и так перестраивается в твое тело уже. Если хочешь секса, это не для человеческого тела. Получишь тело гибона какого-нибудь. Будешь сексом заниматься всю жизнь. Если вы с обезьяной в зоопарке видите, как идти познакомиться, она с вами как познакомится? Познакомились с обезьяной, нет? Она вам покажет кое-что и познакомится. Потому что у нее такая форма жизни. Но если человек так знакомится, то значит, что у нее что-то с мозгами никто, понимаете? Так вот, знайте, что когда человек живет правильной жизнью, он начинает чувствовать, что было с ним в прошлом. Он начинает чувствовать свои прошлые жизни, а также начинает чувствовать, что будет с ним в будущем. Бог показывает, что будет дальше с тобой. Тому человеку, который достоин этого, и тому, который сильно наказан. Например, люди, которые в пьяном угаре живут, они начинают видеть чертутов. Их уже предупреждает Господь. Скоро будет весело. Совсем весело. Или человек живет святой жизнью, он тоже чувствует будущее, начинает чувствовать свои прошлые жизни также. Это вопрос, и в следующей жизни у него остается память о своей прошлой жизни уже, не стирается. Я как-то в Индии шел по святому месту, увидел, что школьников идут. Один школьник подошел ко мне, рядом со мной был, он тот человек, который монашеских одеждок был. Он как бы монашескую жизнь принял. Мой друг. И он подошел к этому молодому человеку и сказал, мальчик 7 лет, школьник, ему сказал, «Я в прошлой жизни так же, как ты был монахом, но из-за того, что я захотел мирскую жизнь, я родился опять на этой земле, и я когда выучусь, опять буду монахом, и уже не оступлюсь». И кто-то его спросил, «А почему ты так говоришь?» Он говорит, «Я помню свою прошлую жизнь». И пошел. Так что не думайте, что если вы не помните свою прошлую жизнь, ты можешь делать, что хочешь. Но вы как-то свободны, вы можете жить, как хотите. Вопрос, что из этого получится. Как-то Сотский поет. «А если тут, как дерево, родишься, ба-ба-бам, а если был синьей, останешься синьей». Все же скепил уже. Продолжение следует...